итак рассвет изнутри собрался конденсат потому что я надышал снаружи было холодно ну и сейчас там тоже не жарко как же все таки меняется температура ночью и днем очень горьким опытом я одел на себя все что у меня имеется теплого с длинным рукавом 1 2 футболка и вот эта подстежка теплой куртки но она как пуховик работает вот так вот на ноги тоже одел термобелье под свои мотоциклетные штаны и одел теплые носки сейчас буду варить кашу и мне снова супер интересно какая сейчас температура пойдут мотоцикл смотреть смотрим покажет 47 48 потеплело тут же камеру поднес и потеплело на 1 градус ну тепло это только такое название я повесил полотенце сушиться нифига она не высохла конденсат кругом человек там сушить собрался ладно делаю костер и схожу в дом не интересно что там там я видел с той стороны все фанерами заколочено но с той стороны фанера открыто зайду посмотрю иду на разведку заброшенный американский дом здесь кое-где тропы даже протоптаны я думаю я не один такой кто ходил туда кто-то даже под дом заглядывал по запаху воняет скунсом очень может быть что он там есть они все заколочено в дом ты не попадешь ну хорошие яблоки пытались продать дом а дом здесь никому не нужен поэтому он остается в таком виде зато здесь хорошие яблоньки сливы и яблони наберу слив наберу яблок хорошие ароматные яблоки сливы сливы еще не соспели не созрели либо еще не готовы к поеданию вот такое яблоко вкусное сто процентов но оно одно такое здесь попробую грушу не грушу еще не вкусно лагерь собрал мотоцикл упаковал казалось бы пора ехать но я посмотрел на своего соседа паучищу и по-моему он за ночь ничего не поймал я решил сделать ему подарок изловил вот такого вот засранца и теперь посмотрим будет ли его паук есть вот это я пауку подарок сделал какой он счастливый всю ночь просидел и никого не поймал а жестоко скажете вы нет все кушать хотят пока сосед спасибо что охранял меня привет привет я уже переоделся иду планету взял жетончики сейчас засяду в массажное кресло поразминаю спину у меня уже то вошло в традиции тарам тебе дают две монетки две монетки ты запускаешь и программка пошла порегулируем сейчас интенсивность поехали в общем я в городе олимпия везде не просидел макдональдсе после гор пришел макдачку повезло мне с этой макдачкой здесь у каждого стола есть свои розетки я сразу не мелочу использую свой тройник чтобы быстренько все зарядило сделал небольшой заказ но не на халяву здесь сидеть в общем определенное время проведу здесь не знаю сколько час два три попробую что нибудь нарезать из видео день потерял сейчас 6 часов я просидел где-то часов 7 чтобы нарезать одно видео мне позвонила женщина которая здесь живет она сказала что у нее есть уже кто-то из жильцов но сказала как будешь в олимпии дай мне знать я и дал знать она говорит у меня в принципе нету места где остаться но я спрошу если другие будут не против мы тебе позовем в общем другие не против меня позвали и сегодня ночью провожу вы не в лесу в палатке правда не знаю где она живет мы посмотрим ну вот время спать сегодня буду спать на этом диване зеркало ну диван это по крайней мере не какая-то там непонятная местность не ходят медведи где лоси орут по ночам или ты боишься что кто-то к тебе постучится в палатку был хороший ужин из фасолевого супа и салат с красной рыбой очень вкусный ну конечно это не пятизвездочный отель но что говорить это лучше чем палатка я сходил как вы знаете в планету фитнес я чистенько и довольны снял резинку с волос такой чиполина спина разминает ладно сейчас будет большая вибрация отключаясь встретил ребят 20 лет живут уже 20 лет живут в этой стране и они сказали поеду я то никак не доеду до гостей меня же ждут спокойной ночи завтра будут сумасшедшие леса олимпии ну вот утро доброе утро всем позавтракал чаем не так чтобы супер плотный завтрак но я покидаю гостеприимное жилище джерри которая меня пригласила быстренько собираюсь еду планов много настроил настроил планов 6 часов ехать это только навигатор показывает а сколько это на самом деле будет неизвестно никакая кошка там не поселилась надеюсь да никого нету а то иногда животные селятся у меня под мотоциклом и вот не знаешь постоянно как одеваться то холодно то жарко непонятно надо ехать скорее на юг называется коррекционный центр штата вашингтон я не знаю что они тут корректируют но огромный забор с колючей проволокой выглядит как тюрьма интересно проезжал мимо увидел авторазборку из такие экспонаты продаются он subaru legacy 80 какого-то года toyota corolla года 91 и все еще живые я не знаю сколько они стоят вот камри стоит они это honda honda accord такие экспонаты стоят и в принципе их помыть они еще походят а я подошел в не очень удачный момент только я подошел сказал здрасте как зазвонил телефон и человек пропал в телефоне минут пять я ждал ну так осмотрелся вокруг я думаю у них нету работы которая бы меня супер заинтересовал в общем я даже спрашивать не стал поеду поеду так 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 приехали смотрю везде знаки что дорога закрыта в связи с тем что высокая пожарная активность и никакой техники здесь нельзя не квадроциклы не мотоциклы ничего все закрыто мне тогда придется отменить эту точку планировать что-то другое не так не пойдет дорога закончилась началась гравийка на гравийке вон там надпись дорог нет места действительно дикие вот вот дорога о что-то едет какой-то транспорт слышу лес напоминает фильм звездные войны когда они там на между деревьев на мотоциклах на воздушных летали поеду в сторону океана здесь нечего делать всем спасибо вот тут нашел такой ресурс work source в общем сюда народ подъезжает и спрашивает о каких-то вакансиях ищет работу я сейчас зайду туда вовнутрь и спрошу могут ли они мне что-то сегодня предложить так что пойду сейчас узнаю как и везде они говорят самая временная работа это на пару месяцев так чтобы на час на что-то ладно поехали в горы вот это да в середине какой я даже не знаю где я нахожусь где самый популярный мобильный оператор но сервис я наткнулся на школьный автобус который ждет шкалера из дома вот это мне везет поехали надо его обогнать городок реймонд штат вашингтон я нашел местный магазин и хочу немножко закупить продуктов надоел мне уже макдональдс надоело есть мне гамбургеры уже на гамбургеры смотреть не могу посмотрю что-то иное я нашел салат салат с картошкой картошка ветчина там что-то еще все же что-то необычное шиканем 5 долларов я хочу мороженое я хочу мороженое большую банку сегодня отнес в гости и не попробовал хочу мороженое дайте мне мороженое где мороженое замороженная пицца я не то мороженое хочу аааааа судя по всему это мороженое давно никто не берет конечно за 6 долларов упаковку какой-то не дешевый магазин вот моя первая остановка на пути в Орегон это national refuge в общем место где обитают дикие животные интересно когда ты с детьми сюда пришел детишкам все показать они будут счастливы это все видит здесь очень здорово походить пешком и просто поизучать погулять и отличие от россии что здесь можно везде подъехать на машине что везде есть дороги few moments later не знаю что то мне не интересно ходить по дикой природе забрел здесь как в фильме парк юрского периода папоротники везде мох в общем хватит я нагулялся по дикой природе посмотрите налево там птички посмотрите направо там бусенички смотрелся поехали вот и закончилось мое путешествие в штате Вашингтон вот этот мост это граница между штатом Вашингтон и штатом Орегон и вдалеке виднеется город под названием Астория въехав туда я уже буду находиться в штате Орегон сейчас пересеку мост и на этом Вашингтонские приключения заканчиваются поехали в Асторию сегодня очень ветрено и очень дискомфортно ехать вдалеке видно причалил круизный лайнер и уже все в Астории есть известный маяк он находится на холме и с него видно весь город видно бухту видно мосты вот он позади меня я специально сюда приехал въезд в парк стоит 5 долларов и вот прибарковался я рядом двойничок такой же городок небольшой но портовый скоро будет заказ спал сегодня неважно все-таки как важно высыпаться когда ты высыпаешься у тебя организм заряжается энергией тела тело отдыхает а я чё-то как-то сегодня не отдохнул чувствую себя разбитым может быть сегодня получится это салатро Я возьму это салатро, и я покажу его в рецепт, пока я готовлю его в рецепт. Салатро с лимой. Вот, наконец. Конец. 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 Продолжение следует. Доброе утро. Айбон еще спи. Я пойду на улицу по коммонтации. Где там, Лёш? Вид из окна. Супер. Из-за большого перепада температуры я вот вижу на машинах роса. Ночью очень холодно, днем жарко. Классный вид. Вон какой восход красивый. Наверное, камера не показывает, она автоматически затемняет, сильно яркие элементы. Ну что, бродяга. Морь. Обладаетесь. Будем готовиться. Сегодня снова дорогу. Вот и уезжает гостеприимного Ивана. Поеду на пляж, посмотрю морских котиков. Слышите этот звук? Это любители рыбы орут. Их тут очень много. Камера не передаст этот запах. Запах тут рыбой конкретный. Как я уже говорил, я люблю дикую природу, но этот запах я долго переносить не могу. 10 минут, я думал принюхаюсь. Нет, бесполезно. Такой резкий запах. Лучше издалека на них посмотреть, но слышно их за многие километры. Уронил одну печеньку, за мной уже банда подошла. Они уже сейчас будут ругаться. Попать на ночь. Попать на ночь. Раск Sunderedка. Попать на ночь. Попать на ночь. Продолжение следует...